Спасателями не рождаются, ими становятся. Путём долгих тренировок и ежедневного обучения куётся сила воли и крепость духа людей – одна из самых героических профессий. Они всегда готовы прийти на помощь всем, кто в ней нуждается. 232-я пожарно-спасательная часть в Октябрьском – одна из крупнейших в Подмосковье. В суточный наряд заступают 12 человек. И случайных людей среди них нет. Спасательная служба – это как образ жизни. Понимаю, что хочется помогать людям. Алексей Самсонов, как и его напарники, в часть приезжает рано утром – за полчаса до развода дежурных караулов. Заступив на службу, в первую очередь проверяет готовность аварийно-спасательного автомобиля, оснащённого всем необходимым для работы оборудованием. У нас на машине много инструментов для различных видов работ, как на воде, так и на высоте, так и, скажем так, на техногенных происшествиях. Гидравлический инструмент нам нужен для работы либо ДТП, либо работы с тяжёлыми конструкциями, допустим, если надо извлечь кого-то из-под завала. Когда нет выездов, большую часть времени занимает техническая и физическая подготовка, силовые тренировки, отработка приёмов со спасательной верёвкой и передвижение с использованием альпинистского снаряжения при спасении людей с высоты. Алексей работает здесь пять лет, начинал пожарным на автоцистерне. Пребывая на боевом дежурстве, он всегда готов к любым чрезвычайным ситуациям. От элементарного вскрытия дверей до пожара или взрыва в жилом доме и спасения людей. Извлекали из-под обломков дома ребёнка, девочка, по-моему, пяти лет и мальчика девяти лет. К мальчику доступ был упрощён, то есть мы смогли зайти через брусную часть стены, через окно и его извлечь. А девочку пришлось доставать из-под крыши, то есть крыша просела и прижала её, получается, балкой. С помощью гидравлических инструментов удалось аккуратно поднять конструкцию и девочку спасли. Часто приходится выезжать и на дорожно-транспортные происшествия. И здесь тоже главное – слаженно работать в команде. Надо автомобиль разобрать таким образом, чтобы не нанести дополнительные травмы пострадавшему, оказать ему помощь и желательно это всё сделать в сжатые сроки. Мы даже не переговариваемся, потому что мы уже понимаем, к чему надо приступить, либо в какой момент, допустим, упустили, либо не учли. То есть каждое мнение спасателей учитывается. На месте происшествия эти отважные ребята не только спасают людей, но и оказывают пострадавшим первую медицинскую помощь. Для Алексея Самсонова это дело привычное, ведь он не только спасатель, но и профессиональный врач. Пожарный спасатель службы, диспетчер «Рапраксин», Новоризанское шоссе, ДТП, принял информацию. Спасатели на выезд. Сигнал тревоги срабатывает во всех помещениях. Время сбора и выезда аварийно-спасательного автомобиля ограничивается одной минутой. Надо успеть одеться, получить от диспетчера информацию о характере происшествия и выехать на место ДТП. Спасатель – это не только одна из самых сложных, опасных и мужественных профессий. Это призвание. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.